Это лайф и мы продолжаем. Есть соглашение по Сирии. Таков главный итог переговоров глав внешнеполитических ведомств России и США в Женеве. Сергей Лавров и Джон Керри поставили рекорд подобных встреч. Они работали с небольшими перерывами 15 часов. Очень много времени потратил госсекретарь на консультации с Вашингтоном. Все это относительно предполагаемых соглашений, естественно. Главное, о чем удалось договориться, это развести отряды сирийской оппозиции с террористическими группировками. К этому не раз раньше призывала Москва. На запуск процесса отводится 7 дней. Для этого с 12 сентября в Сирии объявят о всеобщем прекращении огня. Полеты сирийских боевых самолетов приостановят и будет создан специальный российско-американский центр для разограничения районов действий ВКС России и ВВС США, а также для гуманитарного доступа в Алеппо. После отделения легитимной оппозиции от террористов, боевая авиация России и США будут совместно наносить удары. Сирийское правительство готово придерживаться этих договоренностей и соблюдать их должна и оппозиция. Это самое начало наших новых отношений и мы будем надеяться, что все те, кому искренне дорог мир, кому дорого сирийское государство многонациональное, многоконфессиональное, поддержат нашу договоренность. Рассчитываем на теснейшее сотрудничество с нашими друзьями из Организации Одненных Наций, Стафаном Домистурой и его командой, потому что мы убеждены, что с началом выполнения этих договоренностей создадутся благоприятные условия для, как я уже сказал, возобновления межсирийских переговоров о политическом урегулировании. Лавров и Керри согласовали в общей сложности пять документов по Сирии для возобновления политического процесса. Однако некоторые пункты договоренности пока будут оставаться тайной, поскольку стопроцентной гарантией выполнения соглашения по Сирии никто дать не может. Слишком уж много игроков увлечено в этот процесс. Кроме того, есть немало и тех, кто хотел бы сорвать эти переговоры. От Керри также прозвучало важное заявление о признании фронта Ан-Нусрой террористической организации. Наконец-то. Теперь, конечно, оппозиция должна поддержать прекращение огня. Именно поэтому сегодня Соединенные Штаты и Россия вместе обращаются ко всем сторонам с призывом к соблюдению общенационального перемирия с 12 сентября. Что касается фронта Ан-Нусра, то здесь не может быть никаких уступок. Борьба с Аль-Каидой, которая представлена в Сирии, именно этой группировкой, одна из важнейших задач США. Ан-Нусра противник мирного перехода и враг законной оппозиции. Главная задача российско-американского соглашения остановить боевые действия в Сирии. Но это только трамплин для политического урегулирования. Основное содержание соглашений Москва и Вашингтон представит международной группе поддержки Сирии и в Совет Безопасности ООН.